Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска в студии Тимур Туманов. Смотрите сегодня в выпуске. Долететь до звезды, не отрываясь от земли. Альметьевские пенсионеры в честь праздника побывали в планетарии. У нас все гости уходят в хорошем настроении, с хорошими заряженными, с хорошими эмоциями. Все, что лето припасло. Сельскохозяйственная ярмарка предлагает самый широкий ассортимент продуктов от местных производителей. На ярмарку приехали приобрести продукты питания по более низкой цене. На одной волне альметьевские студенты встретились с художником-сюрреалистом и нашли полное взаимопонимание. Когда прошел какой-то кризис, начинается застой до арки. После арки, после кризиса жизнь более приобретает какие-то цифры. Сегодня мы отмечаем День пожилых людей. Может, это и не вполне праздник, но хороший повод обратить внимание на людей преклонных лет, которые живут рядом с нами, и сделать этот день запоминающимся. Сегодня в Культурно-развлекательном центре «Сфера» была организована экскурсия для людей пенсионного возраста. Что нового и интересного узнали гости, расскажем в следующем сюжете. В научно-развлекательном центре «Сфера» собрались активные и позитивные люди. Это только по возрасту, а не пенсионеры, а душой каждый из них молод. Они стараются не пропускать ни одного городского мероприятия, вести активный образ жизни и быть в курсе всех событий. Вот и сюда пришли с удовольствием. Всегда тяга была к тому, что есть звезды, есть Луна. Наши дети, взрослые и третье поколение знакомятся с астрономией и изучают небо. Ознакомиться с возможностями нового культурно-развлекательного центра, посетить экспозицию планет Солнечной системы и на мгновение окунуться в мир космоса – все это смогли сегодня альметьевские пенсионеры. Около 50 человек посетили совсем еще новое и непривычное место отдыха – планетарий в парке здоровья. У нас все гости уходят в хорошем настроении, с хорошими заряженными, с хорошими эмоциями, потому что такого подобного центра на территории Татарстана и Альметьевска нет. Тут очень много возможностей, которые мы планируем реализовать. Центр способен принять 140 посетителей одновременно. Вместимость самого центра планетария – 40 человек. Расположившись на удобных мягких мешках кресла, гости могут насладиться просмотром фильмов. К примеру, сегодня гостям показали фильм «От земли до вселенной». Ученые обнаружили органические соединения, а на поверхности – озера жидкого метана. Все, что находится высоко в небе, во все времена интересовало тех, кто на земле. Панорамный вид, который захватывает зрение от периферии до центра, не оставил равнодушным ни одного гостя. «Ой, настроение прекрасное, солнечная погода. Вспомним детство. Хотели бы еще раз посмотреть в современном исполнении. И, возможно, какие-то новые новшества есть, как это можно сейчас днем посмотреть на некоторые планеты». «Больше всего понравился, конечно, сам планетарий, где мы познакомились с нашей солнечной планетой. Здесь есть место и для отдыха ребятишек, маленьких детей. Есть место, где мы можем ознакомиться с различными планетами, то есть узнать и радиус, и массу, и среднюю температуру». Планетарий оставил у гостей массу приятных впечатлений. Весь октябрь по будням с 10 до 12 часов пенсионеры смогут приходить сюда бесплатно. Предварительно можно записаться через Совет ветеранов по телефону 32 50 29 или 32 50 35. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. В республике проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей. 2 октября запланирован День бесплатной юридической помощи, организованный Татарстанским региональным отделением Ассоциация юристов России. Мероприятие планируется провести с 8 до 15.30 без перерыва на обед. В Альметьевске прием граждан состоится по адресу, улица Ленина, 41А. Это общественное приемное местного отделения партии «Единая Россия». На вопросы правового характера ответит представитель пенсионного фонда, судебный пристав, нотариус, сотрудник БТИ, адвокат. Справки можно получить по телефону 45 49 35. С начала года в городе и районе было проведено свыше 200 спортивных мероприятий. В них приняли участие более 55 тысяч человек. Такая информация прозвучала сегодня на совещании с городским активом. Там обсудили закрытие летнего спортивного сезона. Подробнее в нашем сюжете. Как сообщил начальник управления по физкультуре и спорту Александр Листков, количество занимающихся спортом граждан в России пока ниже, чем в зарубежных развитых странах. Но республика в целом и Альметьевск в частности идут по этому показателю наравне с Европой. А по итогам этого года в районе прогнозируется повышение данного показателя до 45%. По мнению Александра Листкова, вовлечение населения в массовый спорт – сложная структурная работа. Системная работа со всеми возрастными группами. Улучшение материально-технической базы спортивных объектов и повышение качества оказываемых услуг населению в данной сфере. Спортивные объекты, фитнес-клубы, залы. Здесь прослеживается взаимосвязь между выстраиваемой инфраструктурой города, обустройством новых парковых зон и пространств для активного отдыха, желанием населения вести здоровый образ жизни. На организацию спортивных мероприятий и развитие массового спорта ежегодно выделяются солидные суммы. В Ольметьевском районе бюджетное финансирование спортивной отрасли выросло со 125 миллионов рублей в 2015 году до 135 миллионов рублей в 2017. Огромную поддержку оказывает компания «Татнефть». По количеству и масштабам проводимых мероприятий наш город уступает только Казани. По итогам текущего года в районе было уже проведено свыше 200 спортивно-массовых мероприятий охватом более 55 тысяч человек. Крупнейшим из них стали традиционные спортивные праздники. В городе формируются и действуют спортивно-оздоровительные движения. Реализуются социальные проекты, зеленый фитнес, активное долголетие. Регулярно проводятся масштабные праздники, собирающие участников не только из республики, но и из России. Здесь можно назвать такие яркие события, как велопарад, Татнефть, Альметьевский триатлон, чемпионат России по триатлону, день физкультурника, грандиозный велозаезд, тур до Татарстан, музыкальный полумарафон. А закончился сезон традиционным кроссом Татарстана. Татьяна Леонтьева, Булат Загидолин, Альметьевск ТВ. В Альметьевске продолжаются сельскохозяйственные ярмарки. Уже вторую субботу подряд все желающие могут приобрести и запасти на зиму овощи, фрукты, ягоды и мед от местных сельхозпроизводителей, а также мясо и молочную продукцию. На ярмарке побывал и наш корреспондент. Вторую неделю подряд на территории торгового двора разворачивается ярмарка сельскохозяйственной продукции. Здесь широко представлены местные производители, но есть и товары из отдаленных уголков. Своих потенциальных покупателей фермеры и хозяйство завлекают щедрым ассортиментом свежих продуктов и низкими ценами. Сельхозярмарка радует покупателей щедрым ассортиментом. Капуста, мясо, мед – это лишь малая часть того, что представили сельхозпредприятия и фермеры. А главное, что приобрести все это можно по доступной цене. Вот, например, яблоки из собственного сада. Наталья Гельманова регулярно привозит их на продажу из Сызрани и Суходола. Продаем мы яблоки, начиная с ярмарок в Альметьевске и где-то до марта месяца мы продаем наши местные яблоки. Это лоба, спартак, башкирка, башкирская красавица, если точнее, жигулевская. Спрос хороший. У нас есть постоянные клиенты, приходят, берут яблоки. Большим спросом у покупателей пользуются овощи. Особенно активно покупают картофель, лук, морковь и капусту. В этом году мы первый раз приехали, прошлую субботу были, хорошо продавали, и в эту субботу вот приехали. Пока тыкву привезли, говорю, что пробуем, что идёт, что просят. Вот морковку просят, мы что-то не привезли, в следующий раз привезём морковку в Сыглу свою. Производители, которые не впервые выставляют свою продукцию на ярмарке, уже имеют постоянных покупателей. Они на ярмарке как дома, знают цены и качество привезённой продукции, и даже закупают продукты на заказ для своих родных и близких. На ярмарку приехали приобрести продукты питания по более низкой цене. Мы уже не первый раз здесь обслуживаемся, каждый раз приезжаем, нам это очень нравится. Вот сегодня я хочу взять, например, мне даже заказывали, побольше куплю творога. Домашний творог из домашнего хозяйства. Хозяйство Чешма каждый год привозит на ярмарку свою продукцию. В этом году привезли три тонны пшеницы. Приобрести один мешок зерна можно за 350 рублей. По словам производителей, спрос на зерновые культуры хороший. Такие ярмарки они нужны, потому что люди в основном пожилого возраста приходят на эти ярмарки, закупают, то есть они для себя. Наиболее популярный продукт в холодное время года – мёд. И вкусный, и полезный, и от простуды лечат. Фермер Гамир Идрисов из села Чупаева выставил на продажу мёд разных сортов. В этом году, признаётся он, за весь сезон сняли полторы тонны мёда. Мёд предлагаем липо, гречка, цветочный и подсолнечный. Чаще всего это липо берут, цветочный, и сейчас вот начали подсолнечный. Аллергии не дают. На ярмарке можно было приобрести и саженцы. Посетители приценивались, интересовались, как самим вырастить малину в огородных условиях. Но в основном, конечно, покупали необходимые продукты. Выбираем, хотим продукты. Надо подешевле, ну что же делать. Для поднятия настроения звучала весёлая музыка. А в помощь пожилым на ярмарке был организован штаб волонтёров Доброволец Альметьевска. Каждую неделю эти ребята приходят сюда, чтобы помочь пенсионерам доставить купленный товар до машины или до дома. Мы сегодня пришли помогать старым пенсионерам. Ну, разгружать картошку, вещи тяжёлые, чтобы им не удружаться так. Это старенькие люди. Мы приходим каждую неделю, в субботу, к малюжу, к пятерым бабушкам, к дедушкам. Доносим и, допустим, можно даже принудею, то есть увезти там, потому что там же разгружаемся, доносим. Следующая сельхозярмарка пройдёт уже в первую субботу октября. Ангелина Хабибулина, Булат Загидуллин, Альметьевск ТВ. К происшествиям. О дорожно-транспортном происшествии сообщает отдел ГИБДД. Авария случилась 29 сентября на 79-м километре автодороги Набережные Челны, Заянск, Альметьевск. Водитель автомобиля «Урал» с полуприцепом не убедился в безопасности манёвра перед разворотом и столкнулся с попутно движущейся Нивой. В результате ДТП водители два пассажира Нивы доставлены в медсанчасти. Это ещё не все новости. Смотрите во второй части нашей программы. На одной волне альметьевские студенты встретились с художником-сюрреалистом и нашли полное взаимопонимание. Домашняя победа. Альметьевский спутник отыгрался дома. В одном из наших предыдущих сюжетов мы рассказывали о выставке Кирилла Шмидта, альметьевского художника-сюрреалиста, которая открылась в городской картинной галерее. Автор концептуальных полотен решил дополнить свою выставку «Встречи с молодёжью», которые, интересно его творчество, студенты Альметьевского музыкального колледжа пришли, чтобы обсудить с автором скрытый смысл его картин. Подробнее в сюжете. Кирилл Шмидт не совсем обычный художник. У него нет специального образования. Окончил нефтяной институт. Опытов классической живописи тоже. Кирилл – представитель современного покорения художников. Они близки к молодёжи и молодёжь, и их основной зритель. Студенты музыкального колледжа пришли не только на выставку, но и побеседовать с автором. В первую очередь посетители выставки могли узнать в подробностях, что уже побудило Кирилла выбрать именно такое направление творчества, и в чём, по его мнению, разница между откровенным безумцем и творческим человеком. У творческих людей в самом есть патология какая-то, но творческий человек их выражает в мир. Те же картины. А больной человек, он в клетке сидит этих демонов. Конечно, на художника оказали влияние произведения мировой литературы, кинематографа, труды философов, античности и современности. Каждую интересную мысль художник заносит в блокнот. Кирилл Шмидт называет свою записную книжку «Карманная библия». У студентов популярностью пользуются те работы, которые более близки к социальным реалиям. Проблемы родителей и детей, шаблонность общества, проблемы экологии. Последняя очень лаконична и красочно отражена в картине «Карма рода». Как говорит сам автор, в конце можно смело добавить человеческого. А про экзистенциальный кризис Кирилл знает не понаслышке. Техническое образование он получил по совету родителей, а сам всегда хотел быть художником. К этому и пришел. Когда прошел какой-то кризис, начинается застой до арки. После арки, после кризиса, жизнь более приобретает какие-то цвета. Топор в арке – это символизирует какая-то ситуация необычная. Когда наступает застой, наверное, лучше действовать и сделать что-то отличное от твоей обычной жизни. После беседы автор сам взялся провести экскурсию, чтобы объяснить, что он хотел сказать той или иной картиной. Собеседникам было интересно, насколько их мнение совпало с видением автора. Сначала я, конечно, не все картины понял, а после комментария самого художника я как-то все более осмыслил, осознал, увидел. Уже не вдавался в саму картину так глубоко. Выставка Кирилла Шмидта продлится до 24 сентября. Елена Марданшина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. И к новостям спорта. На спортивной площадке образовательного центра «Дай-5» прошла финальная часть турнира по флорболу среди команд подростковых клубов. За звание победителя боролись 8 команд младших групп. Подробности далее. Команда нашего двора. Так звучит название турнира среди подростковых клубов по флорболу. Всего таких команд 20. Однако до финала дошли лишь 8. Соревнуются младшие группы 2005 и более поздних годов рождения. Есть, конечно, ребята очень хорошие, у которых уже руки набиты, но уровень я не могу оценить, потому что не видел в других районах, как играют. Но у нас, я считаю, что хороший уровень. Играют, резвятся. Сейчас вот младшая группа отыграет, начнем уже турнир для старшей группы. По итогам соревнований первое место заняла команда подросткового клуба «Заря». На втором месте оказался клуб «Союз». Третье место занял «Импульс». За волю к победе отметили клуб «Метеор». Их наградили кубками, медалями и сертификатами на продукцию от компании-спонсора. Татьяна Леонтьева, Булат Загидуллин, Альметьевск ТВ. Новый сезон молодежной хоккейной лиги для Альметьевского «Спутника» начался не так безоблачный. Ряд поражений в домашних и гостевых играх мог отрицательно сказаться на настрой спортсменов. Но в минувшие выходные в домашнем матче альметьевцы обыграли команду «Белые» и «Медведи» из Челябинска. После крупного поражения накануне «Спутник» смог взять реванш. Пусть счет получился минимальным, но сухим. Домашняя встреча проходила в формате работы над ошибками. Ее хоккеисты альметьевской команды делали старательно, дабы не повторять прошлых ошибок сегодня. С первых минут был виден серьезный настрой, которого, по мнению тренеров, так не хватало в предыдущих играх. Альметьевцы чаще угрожали воротам «Белых Медведей». Но броски получались не самыми опасными. И голкипер соперника с ними до поры до времени справлялся. Результат принесла атака Данилы Цыганова и Кирилла Лазарева под занавес второго периода. Их комбинацию на пятачке завершил Раиль Шарипов. 1-0. Этот минимальный перевес держался до последних секунд встречи. В самой ее концовке челябинцы сменили вратаря и в шестером бросились отыгрываться. Но хозяева удержали счет и довели дело до победы. Теперь в календаре игр «Спутника» недельный перерыв. 8 и 9 октября наша команда на выезде сыграет с авто. А сейчас узнаем, какой будет погода в Альметьевске во вторник. 2 октября ожидается ясная погода. Температура воздуха днем 14 градусов, ночью плюс 3. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. На сегодня у нас все. Еще больше новостей о жизни города, района и республики вы найдете на нашем сайте. Там же размещены полные выпуски наших передач. Прямо сейчас в эфире свежий выпуск передачи «Безнанвакэт» с Филюзой Хамедулиной. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин